Всем доброго, варвары и господа, с вами Снаваримас, мы продолжаем прохождение Атилла Total War за Склавин. Ну что ж, ребят, у нас огромные проблемы, зря я назначил своего полководца, зная, что у него верность не такая уж прям высока, ну, к сожалению, он нас предал. И теперь у нас еще одна очередная гражданская война. Нам надо срочно ее завершить, потому что чем дольше мы будем с ними бороться, тем больше у нас будет проблем с другими, как говорится, ну, оппозиция, смотрите, видите, здравка, у него вообще верность никакая, плюс два всего лишь, и с каждым ходом, возможно, он нас тоже предаст, возможно. Мы его, конечно, назначать никуда не будем, я попытаюсь его все-таки, не знаю, убить, не убить, вот давайте этим чуваком его попытаемся заказать нахер, вот так вот. И да, у нас, кстати, есть возможность похитить средства у наших чиновников, то есть я, конечно, похищать средства не буду у своего нас, хотя можно, в принципе, у короля попытаться похитить средства, а я думаю, это не слишком, правда, у него очков влияния будет намного меньше, да? Так, а у этого сколько? Минус 25, может быть, хотя стоп. Вот у этого 134 очков влияния, давайте у этого возьмем средства, стоимость 48, у нас проблемы, ребят, у нас проблемы с экономикой, поэтому нам надо срочно что-то решать. Мы сейчас с вами, что сделаем? Попытаемся разыграть битву, возможно, мы даже и проиграем. Но если мы проиграем, мы потом распустим все это дело и попытаемся уже своей основной армией, нашим царем, полководцем, разобраться с гуннами, если они, конечно же, нас контратакуют, а это возможно случится. Ну и забрать Кориск. Ну что ж, поехали. Первая фаза битвы. Возможно, мы даже проиграем, я не знаю, сейчас посмотрим. Битва Кориск, 418 год нашей эры, это у нас клавинские сепаратисты. Объявили, провозгласили себя независимой фракцией, тем самым предав. В общем, удар в спину с прошлой серии. Я очень большую ошибку совершил из-за того, что, ну, не стоило, конечно, нанимать полководца, у которого мало верности. Так, погодные слои в снегу отряды медленнее перемещаются и дольше восстанавливают силы. Как раз этим можно и воспользоваться. То есть пока их подкрепление к нам идет, мы можем, в принципе, штурмануть. Хотя не знаю, как вообще это будет выглядеть. Блин, у нас вообще мало бойцов. Так, бойцы, давайте сюда. Наши конницы в разные стороны. У нас вообще... У нас, ребят, только одна пехота, и все. Остальная в связи конница. Ладно, хорошо. Анаграме. Сейчас бы, конечно, выяснить, откуда их подкрепление будет идти. Возможно, мы даже поменяем. То есть если мы идем по карте, я помню, вот... Они вот отсюда должны где-то пойти. Возможно, отсюда. Это будет жесть, если мы, конечно, сможем отсюда их шатнуть. Если нет, то... Мы промахнулись. Возможно, отсюда они пойдут. А нагрева сюда вставим. Так, ладно, хорошо, поехали. Необычная битва, если честно. У нас стоит реалистичный режим. Карта у нас недоступна. Так, враг получает подкрепление. Правда, я не знаю, откуда они идут. Нам надо как-то перед... Блин, нам надо было все-таки предугадать. Ну, возможно, они отсюда пойдут. Вот именно с этого леса. Мне бы разобраться с их подкреплением, а потом уже продолжить путь на город. Враг приближается. Да, да, ребята, я предугадал. Прекрасно. Разворачиваем свои анагры. Бойцы. Давайте. Разбираемся с вражеской конницей. Да ладно. Пошел. Расстреливаем. Заходим сюда. Расстреливаем вражескую, вражескую... Врагов, 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 врагов. Расстреливаем. Так, полководцы напали. Давайте вот так его отправляем сюда. Свистящий, пердящий выстрел делаем. Так, прекрасно. Первые уже убежали. Догоняем, 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 догоняем. Так, хорошо. Обстреляли вот этих вот ребят. Ну-ка, давайте, бойцы. Бойцы, бойцы, вперед. Так, полководец, сюда. У нас проблема, ребята. Мы теряем свою конницу. Вот сучи потрух-то, а. Что они делают-то? Смотрите, что творят, ребята. Смотрите, что творят. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Так, давайте простые, простые стрелы. Хорош, хорош. Полководец, давай. Пошел. Так, у них там баллисты тоже, кстати, нас будут обстреливать. Да, хорош. Прекрасно. Одна баллист уже разобралась с этими делами. Давайте своих бойцов отправим на вражескую баллисту. Сейчас их попытаемся убить. Так, конница уже вернулась. Пошли. Добиваем. Так, 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 так. У нас проблемы, у нас проблемы. Расстреливаем, расстреливаем сначала вот этих вот бойцов. Так, все, давайте под опорником работаем. Рассредотачим своих бойцов в разные стороны. Они нас уже догнали. Пошел сюда. Отходят, отходят. Прекрасно. Давай, давай свистящий выстрел. Отлично, все. Все. Они обречены. Так. Работаем. По топорникам работаем. Убиваем вражеского полководца. Блин, если мы выиграем, я сейчас будет жесть полная. Ребята, я даже не знаю, что даже и сказать. Так, пытаемся убить баллисту вражескую здесь вот. И потом переходим на другую баллисту. Хорошо, убиваем. Самое главное, чтобы полководец не умер. Полководец, давайте, живи. Живи, чувак, живи. Так, все, не стреляем. Не стреляем, уходим сюда. Нам, нам нужно еще боеприпасы, чтобы пробить стены. Так, 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 так. Ну, что-то там. Прекрасно. Блин, они жестко нас обстреливают, ребята. Жестко нас обстреливают. Все-таки нам надо еще одну курицу отправить сюда. Ланцерс, давайте, пошли. Да ладно, вы что так медленно таких убиваете? Ну? Наши ряды друг. Давай, боец, давай, ты сможешь. Наши люди сломлены, они бегут. Давай сюда, заходим сюда. Все, они не стреляют. Прекрасно. Так, что у нас с баллистом? Вроде бы к нам никто не подходит, да? Давайте пока что свою баллисту отправим сюда в лес. Фух, вот это жестяк. Все, отдыхай. Полководец. Блин, у нас большие потери, господа. Очень большие потери. Добиваем вражескую баллисту. Прекрасно. Одних мы с вами убили. Остальные остались. Так. Нам бы еще брешь, бы пробить. Очень удачно я выбрал, конечно, стартовую позицию. Тем самым предугадав их подкрепление. Так, ланцерст. Все. Все, прекрасно. Добиваем. Добиваем бомжей. Так, вы пока не стреляете. Ну что ж, основное подкрепление мы убили. Теперь остался вот этих вот добить. Кстати, у них там баллиста тоже, господи. Сколько их там-то, а? Нам, смотрите, ребят, наша задача захватить. Блин, там еще и эти вышки нам надо расстрелять, да? У баллистов вообще мало боеприпасов. Очень мало. Хорошо, возможно, мы с вами отсюда и начнем. Здесь мы не пройдем. А здесь, если мы попытаемся разбить вот это дело, я не знаю, мы сможем подняться? Мы, наверное, не сможем здесь подняться, да? Вот здесь вот. Походу, вот здесь вот только сможем подняться. Главная площадь находится вот прям с этой стороны. Слушайте, ну я не знаю даже, что и думать. Ладно, ломайте. Вся надежда на нашу баллисту. Ну что, давайте. Боеприпасов мало осталось, но выхода нет. Так попади. Хорош, 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 хорош. Так, так, еще один залп сделали. Все. Стена разрушена. Я не знаю, даже этими бойцами сможем ли мы вообще разобраться с ними. Блин, это вышка еще будет нас обстреливать. Потом нам придется вот так все обойти. А, вот он, кстати. Вот они, эти бомжи. Болиса, пошли сюда. Так. А что нас обстреливает-то, мать твою? Ах ты, сути, то потруха. Я-то, я-то смотрю, кто нас обстреливает, сука. Пошли, 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 пошли. Бегом, 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 бегом. Полководца обстреливает, е-мое. Давайте, бегом, бегом, мать вашу. Да, господи. Пошли. Все. Где еще есть баллиста? Так, у нас здесь баллиста, да, тоже? Так, кого бы, в кого бы пострелять, а? Нам надо вот это вот сюда вот пострелять, ребята. Я даже не знаю, что и делать. Пошли сюда, стреляем. Наши остались без снаряжения. Так, ладно. Этих бойцов сюда отправляем и ставим свистячий выстрел. Надо бы, надо бы вот сюда вот стрельнуть. Этих лучников убить. Так, вышка, вышка уже по нам, по идее, должна, должна вести огонь, да? Ну что ж, ладно, тогда отправляем полководца, вот этих вот бомжей всех. Оставляем. Пошлите, ребят, пехота вперед. Так, нас отравляющими стрелами обстреливают, кстати. Очень плохо. Очень плохо. Все-таки у них боевой дух хорош. Пошли, бойцы, пошли вперед. Не знаю, затачим в эту катку, не затачим. Последний рубеж, ребят, остался. Анагар вперед. Пошли! Поджечь не успеем. Ох ты, тут, 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 тут еще и копейщики. Не, мы проиграем. Тут еще и копейщики. Господа, это жесть. Тут их очень много. Твою мать, 160 и 160. Давайте все-таки попробуем. Добить. Окружить их. Так, здесь опорники. Так, конец и сюда идет. Обходим, обходим, обходим. Хорош натиск. Да. Плохо все, плохо, ребята. Не пробить. Бомжей не пробить. Ну что ж, зато мы их немного потрепали. Зато мы их немного потрепали, и у них нету подкрепления, насколько я помню. Ну что, полководец, давай до конца. Наши бегут. Сражайтесь, проклятые дружи. Горе нам. Враги убили полководца. Так, эти сбежали. Эти сбежали. Тяжелое поражение. Конечно же. Нас было 422. Плюс у них еще были стены. Их было 992, да? Их потери 491. Осталось 501 бойца, да? Ох уж эти сепаратисты, а. Как они меня достали просто. Да, и сейчас у нас, конечно же, гуны. Так, Тарка, Тарка. Кстати, я же его хотел убить, да? Сколько у него верность, интересно? А как посмотреть? Я уже не помню, сколько верность у него. Ой-ой-ой. Атила-то у меня игра вылетела почему-то. Атила? Ты что делаешь? Смотрите, ребята. Вот так, видите? Опа. Опа. Ладно, сейчас я перезагружу. Да уж, ребят. Игра-то не сохранилась. Короче. Короче, держим мы их в осаде. Ну его нафиг. Держим мы их в осаде и будем ждать их подхода. Их, как говорится. Они нас, возможно, контр-отворили. Такую, да? Но нам придется, видите, нам надо что-то с казной делать. У нас душу и умотал большие проблемы. Все-таки. Если вот так вот объединить. Так, видите, вот мы... Все-таки давайте лучше распустить все. Лучше этот. Короче, не будем мы их штурмовать пока что, да? Мы своим полководцем решим все эти проблемы. Единственное, знаете, что я хочу сделать? Нам надо нанять еще пару конницы. Нормально, конницы. Кстати, у нас здесь хорошие германские топорники. А наемный германский боевой отряд. Но... У нас, в принципе, есть топорники. У нас есть копейщики. У нас мало конницы. Вот конницу мы с вами и наймем. Кстати, вот эту вот наемные степные разбойники. Я бы их нанял, конечно, но у нас нету... Не хватает денег. Так, Савир, кстати, здесь находится. Прямо на нашей территории почти. Абазгей? Ради твоей бороды. Дай мне 300 золотых. Прекрасно, да. Отлично. Нам больше с ремонтом здесь позаниматься. Сотики конницу я найму. За 531 золотых монет. И просто догоняем гунов. Нам надо избавиться от этих гунов. Потом сразу же продолжим свой путь. Хорошо, сдадим ход, посмотрим. Посмотрим, как это теперь будет выглядеть. Ну и кориск заберем обратно. Видите, у нас здесь очень много проблем. Проблемы с гражданской войной. Проблемы с гунами. Гуны, возможно, сейчас нас контратакуют. И у нас будет жесткая, большая битва опять. Да, они нас контратаковали. В принципе, как я и ожидал. Поехали. Честный бой. Ребята, честная битва. Так, у них, кстати, жесткие лучники. А я знаю, как мы сделаем. Наши склавины очень хороши в лесах. Если я здесь лес найду. Вот здесь вот, да, можно, в принципе, спрятаться. И у них есть баллисты. И они со своей баллистой очень будут долго пока что передвигаться в нашу сторону. Там конорезы, сюда, этих, сюда. Этих бойцов. Вот в этот планк. Так. Царя назад. Блин, я даже не знаю, как теперь это все будет выглядеть. Ставим вот так вот. Круговую оборону. Нас они атакуют. У нас есть превосходство. Высоты. Мы немного, да, так гору заняли. Нормальную гору, вернее. Можем, в принципе, сейчас занять лес. Тихо. Нечаянно нажал кое-что. Ладно, поехали. Так, Болису, давайте предвинем пока что в эту сторону. Наши коинцы отправим сюда. Кто-то сегодня умрет, но умрет он за своих братьев и женщин и детей, да? Это наш Влад. Разговаривает. Такая речь. Перед битвой. Перед битвой, вернее. Так, ну что ж. Сейчас посмотрим, на что способен наш заклятый враг. Это гуны. Наших, нашего полководца. Давай чуть-чуть позади отправим. Нам бы свои... А ну-ка, давай-ка. Вот сюда вот, дай-ка стрель... Стрельни, стрельни сюда, посмотрим. Гуны уже вы... Вывели, как говорит, своих разведчиков. Ну, залп будет, не будет сегодня? Давай залп, ну! Хорош! Сейчас жестяк пойдет. Вот так вот. Так, они пропали. Хорошо, остановитесь тогда. Конец одну отправим пока что вперед. На разведочку. Нормально мы их так снесли, да? Смотрите, ребята. Дозорные заметили врага. Да ладно. Капитан, очевидно, съептать. Так, они, походу, долго будут к нам идти, ребята, ползти и ползти. Давайте вот сюда вот встаем. Так, конорезов давайте вот сюда. Автоматическую активацию ставим. Топорников можно, в принципе, с левого фланга их оставить. Ну и нашу полководца вот здесь вот сзади. Ну, они, походу, долго будут к нам идти. Нам надо их уже бомбить, по идее. Давайте, назад встали. Нам надо их бомбить. Нам надо... Нам бы найти вражеского полководца, господа. Так, отборные варские воины, ребята. Вот этих вот нам надо шатать. Пошел обстрел. Так, нас уже попытаются сейчас обстрелять, конечно же. Пошлите поиски сюда. Смотрите, 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 смотрите. Смотрите. Опа! Все, нету, нету бойцов. С этой стороны идем. Заходим, заходим на вражескую... На вражескую конницу, вернее. Давайте сюда. Пошлите. Так, вы сюда встали. Ну, что там, баллиста работает? Не работает? Ох, как твою ж налево, прекрасно. Вы посмотрите, ребята, какая гребаная красота. Так, бойцы встали сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, куда вы жна... Дебилы, назад-назад-назад-назад-назад. Назад. Перехват пошел. Сейчас бы нашего... Сейчас бы вражеского генерала убить бы. так догоняем 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 бомжей лучников 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 догнать так этих ребят сюда все топорники вперед вперед я знаю я знаю что напали не переживай так обстреливаем обстреливаю прекрасно забирать ох так как прекрасно то догнали так отгоняем вот этих бомжей хорош 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 здесь здесь как раз вот как раз как раз то что уже ребята стычка на копейщиков прекрасно здесь мы окружаем врага потихоньку слажена правда вот здесь у нас проблемы с правого фланга ничего страшного обстрелив вражеского генерала отлично генерал генерал отходит хорошая битва прекрасно битва у нас 6 топорники которые смогут ушатать все и все отлично отлично забираю вот этот шваль кажется удача на нашей стране да все это победа добиваем добьем бомжей хорош блин какая все таки графика красивая в этой игре да ребята так теперь осталось разобраться за стричками стреляем сюда догнали этих бомжей по-быстрому 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 где у нас еще конница одна конца где-то отдыхает до перехватываем вражескую конницу так не разворачиваемся им спиной рассредотачиваемся и догоняем этих бомжей тоже так здесь что у нас бомби давайте ребят давайте 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 живей живей жив так как канарезов нам надо бы отступить канарезами все таки мы их не догоним хорош 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 все догоняем этих бойцов сюда залп сделали залп сделали хорош просто превосходно так все конец сюда отправляем блин этих не догоняем да нихера ладно поехали сюда так нас здесь обстреливают уже вообще ну все сейчас мы и загоним в этот загон греб а че мы не можем их убить то добиваем добьем добьем чтобы захотеть их и их баллисту блин ну классно что мы разобрались с основным врагом это с гунами вообще офигенная битва ребята просто офигенно слаженно никуда не даримец да у нас были какие-то ошибки ну ничего страшного и победа наша вот эти вот знаете вот это вот гунские застречки они меня так бесит если честно вообще на востоке воевать очень сложно особенно когда у врагов очень много застрельщиков то сути проблемы с конницей а тем более когда у них конные застрельщики то просто ты потеешь к пока ты их догонишь они тебя твою там армию уже половина перестреляли это очень блин я не знаю даже так добиваем бомжей добиваем что тут большой анагар три бойца два бойца так прекрасно догоняем догоняем их обратно вот этих вот просто догоняем и добиваем этих бомжей сколько у нас есть варские лучники броневренные лучники смотрите ребят как они выглядят эти кольчуга все дела орите душу ваш матом трепещите пока батя римас вас не ушатал трепещите этот у нас и спорт бесспорская пехоты как-то там называется трепещите так это наш конец да нам надо будет избавиться от конницы от наемников хорошо что да есть доступ к наемникам это радует действительно я не знаю как игра пойдет если мы с вами поставили бы мод на радиус мод знаете такой датус у меня есть всю технику меня все характеристики войск и становится интереснее я не знаю я не стал сайт потому что ну когда вот только вышло вышло дополнительно славян вот еще пока не обновился в то время и мне пришлось играть на оригинальной игре без модов моду мне стоят только на кровь на анимации там всякие дополнительные все ну и каких модов не стояло чтобы там меняли тактики там искусственный интеллект либо характеристики тех или иных бойцов ладно завершаем битву нас было 2251 их было 1546 у них поедину в принципе это понятно почему меньше потому что у них было больше конницы ингрот погибает наш влад в очередной раз доказал свою доблесть твою мать только не это откуда они появляются откуда они рисуются гелон полу ребята угнет нет я его я вас давать не буду я буду защищаться или за как это будет происходить если честно но у нас есть шансы наша задача убить их мечников остальное принципе все пойдет как по маслу по идее должен пойти тем более у нас хороший полководец дарка с половиной но уже в следующей серии дорогие друзья всем удачи